Вообще, когда мы начинаем говорить об эпохе Просвещения, мы, как правило, не можем обойти стороной и разговор о многочисленных реформах, которые имели место в Европе в то же время. И это связано не только с тем, что само по себе Просвещение и реформы исторически совпадают и попадают на один и тот же период. Дело, конечно, и в том, что сама идеология Просвещения оказала серьезнейшее влияние на эти реформы. Однако основная сложность заключается в том, что мы до сих пор не можем с уверенностью сказать, насколько сильным было влияние этих идей Просвещения на реформы. То есть были ли эти реформы попыткой воплотить идеи Просветителей, которые раньше существовали только на бумаге в жизни, или все-таки реформы являлись ответом на объективные реалии в каждой стране и поэтому приобретали свои какие-то специфические особенности. И если, допустим, мы ответим утвердительно на оба вопроса, то что же в итоге оказалось более значительным? Эти самые объективные реалии или идеология Просвещения? И, конечно, польский опыт Просвещения, он, безусловно, очень сильно отличается от западноевропейского, и при этом он неразрывно с ним связан, и во многом поэтому он и интересен. И вот, например, один из польских Просветителей, Станислав Сташиц, он учился в Париже и завязал знакомство со многими французскими циклопедистами, и при этом говорил, что гражданин воротится с французскими мыслями в Польшу, где ему придется, однако, жить и поступать по-польски. Мне кажется, эта фраза хорошо отражает действительность. Но для начала, наверное, нужно попробовать ответить на вопрос, каким же образом вообще распространялись идеи Просвещения в Речи Посполитой, и каковы были их особенно отличительные черты. Вообще, если мы посмотрим на судьбы польских Просветителей, таких как Гуга Каланта или Станислав Сташиц, Адам Нарушевич, то мы увидим, что все они получили образование за рубежом в Западной Европе или, возможно, во Франции, и если у них не получилось получить это образование, то, по крайней мере, они хорошо были знакомы с трудами французских, особенно, Просветителей. И, конечно, многие даже общались тесно. Допустим, тот же Станислав Сташиц активно общался с Даламбером. И кажется, что вот этот вот интерес к трудам западноевропейских Просветителей, он вполне себе естественен. Однако, нужно посмотреть на ситуацию в Польше в XVIII веке в целом. И если мы на нее посмотрим, то, наверное, мы можем утверждать, что Польша в целом не очень-то располагала к такому широкому восприятию этих идей. И вот, например, один из исследователей польской философии, Хенрик Хинц, он пишет об этом так. Прогрессивная европейская мысль, Галилея, Декарт, Ньютон, Лейбниц, Лок, была буквально исключена из умственных горизонтов польской культуры. Достаточно так категорично, я бы сказала, пишет. Но, действительно, если мы просто задумаемся, все вот эти личности, Декарт, Ньютон, Лейбниц, они совершили свои основные открытия именно в XVII веке. Но при этом тот же Гуго Галатай, польский просветитель, он в конце XVIII века будет писать, что в польских университетах читался курс философии Аристотеля со всяческими арабскими добавлениями, комментариями святого Фомы о Декарте Гессензелевнице Ньютоне в Краковском университете не говорилось. Их философские идеи просто отбрасывались. И кончалось всегда тем, что христианский философ не имел права идти за новыми философскими учениями. Он должен был держаться только одной, а именно Аристотелеву философию, подправленной святым Фомой. И более того, он даже замечает, что система Коперника, хотя он был учеником и членом этого университета, Краковской академии, не была признана ни в астрономии, ни в физике. То есть в конце XVIII века в Польше существовала конкретная проблема с тем, что идеи первых просветителей или даже какие-то основные достижения научной революции не были широко известны польскому обществу. И понятно, что, может быть, причиной этой отстраненности стоит искать в самой системе образования в Польше, потому что особое влияние там имела орден иезуитов, достаточно консервативная организация. И, безусловно, католическая церковь, которая играла огромное влияние на просвещение в Польше, она не заботилась, может быть, о том, чтобы вносить какие-то новые идеи, которые противоречили ее идеям, потому что это могло бы каким-то образом подорвать ее собственный авторитет. Но, тем не менее, мне кажется, очень важно понимать, что первые польские просветители, тот же Станислав Сташец или Калантай, для них не было естественным и безусловным то, что они принимали этот западноевропейский опыт. И, более того, они прекрасно сами понимали, что польское общество не готово принять, возможно, эти идеи. Особенно, если речь идет о шляхте, которая, даже если она получала университетское образование в той же Краковской академии, она не имела возможности познакомиться со всеми многочисленными этими идеями. И отсюда, в общем-то, и складываются первые реформы польского просвещения. Прекрасно Гога Калантай и Сташец понимали, что необходимо для того, чтобы проводить какие-то реформы в духе просвещения, нужно сначала с этим просвещением, собственно, познакомить польское общество. И, конечно, для этого нужно было изменить саму систему образования. И поэтому после первого раздела 1972 года одной из первых реформ становится создание именно эдукационной комиссии. И, с одной стороны, конечно, там были другие причины, такие как, собственно, ликвидация ордена иезуитов, нужен был какой-то другой орган. Но при этом все равно эдукационная комиссия — это первое министерство образования в Европе. И почему она появляется именно в Польше? Видимо, в этом была особая необходимость именно в этом государстве. И, видимо, эта необходимость заключалась в том, что настолько сильно польское общество было оторвано от каких-то передовых идей, что необходимо было начать именно с идей просвещения. То есть здесь мы видим, вот, эдукационная комиссия, казалось бы, хочется сказать, что она появляется в Речи Госполитой именно на волне вот этих идей просвещения, но на самом деле она отвечает именно объективным реалиям. И таких, на самом деле, примеров достаточно много. И когда мы увидим вообще, какие идеи высказывают просветители, мы это поймем, потому что, собственно, допустим, все высказывания связаны с политическими реформами в политической сфере, такими как, например, усиление власти короля в противовес шляхте, все это связано именно с объективными польскими реалиями, потому что, конечно, у французских просветителей мы вряд ли увидим подобные идеи. И то же самое, чему польские просветители оказывают особое внимание реформам, связанным с изменением положения горожан или крестьян. Все это, опять же, исходит из реальной ситуации. Таким образом, мне кажется, что, да, конечно, западноевропейские идеи оказали очень внушительное и серьезное влияние на реформы польского просвещения. Однако, мне кажется, что конкретно в Польше эти реформы, они были связаны не столько с идеологией просвещения в общем, и не столько они опирались на достижения Вольтера, Дидрома, Тускел, сколько, скорее, они просто отвечали реалиям польской жизни. Вот. У меня, наверное, все. – Спасибо большое. – Спасибо большое. – Ну, конечно, вопросы. – У меня главный вопрос. Вы несколько раз однозначно употребляете понятие «идеология просвещения». Существовала ли таковая, как вы понимаете? И вообще просвещение – это что, одно единое направление в философии или в литературе, или в искусстве? – Да. На самом деле, наверное, немножечко грубое слово «идеология» здесь, потому что просвещение действительно, мне кажется, вы правы в том, я предполагаю, что в основе, наверное, всего лежит, на мой взгляд, философская концепция просвещения, которая уже потом отражается в искусстве, в литературе, возможно, даже в каких-то политических реформах. Но изначально, да, это, наверное, может быть, правильнее назвать философской концепцией. Я бы не сказала вот так. И здесь просто речь идет о том, насколько сильно эта философская концепция легла в основу реформ польских конкретно конца XVIII века. Мне кажется, что вот именно сама концепция, сама по себе не настолько сильно это влияние имела. Что бы я вам посоветовал? Ну, во-первых, мы с просвещением в начале XVIII века уже начинаем проникать в Польшу, потому что польская высокообразованная среда, я уже не говорю о шляхетских массах, а и сократическая среда, она, начиная с XVI века, была непосредственно связана с французской средой. Не только, но и с французской непосредственно. Далее, ну, вы помните биографию одного из зачинателей Станислава Августа, имя которого дало название целой эпохи. Далее, имя Станислава Лещинского, короля философа на троне, а это 20-30-е годы XVIII века, и знаменитая полемика с Руссо. То есть это уже свидетельствует, просто иллюстративно, о проникновении идей французского просвещения в Польшу. И далее, король-эмигрант, он создает свой центр, герцог Лотаринский, потому что его дочь стала королевой Франции, как вы помните. И он создает там другой культурный, вне Польши, культурный центр, академия и так далее, и так далее, я не буду популяризировать известные данные, в которые принимали участие, в деятельности которой и поляки, и поляки, не только эмигранты, а приезжающие по Франции поляки, граница была открыта, и сами французы. То есть еще в первой половине XVIII века мы можем говорить о непосредственном соприкосновении новых идей и деятелей польского просвещения и западноевропейского просвещения. Далее, просвещение – это многоплановая, очень многоплановая эпоха, которая в разной степени по-своему нашла отражение и в католичестве, и вы так однозначно и зря высказались о иезуитах. А вы помните, какую роль сыграли из Батыров? Не поляки ликвидировали этот орден, они не могли это делать. Это от папы Клеменс XIV. Но вы помните, после того, как в силу, я уже не хожу, детали, этот орден был ликвидирован папой Клеменсом, где они нашли приют, и какую главу, громадную роль они сыграли в распространении современных идей и современного типа образования. В нашей великой Родине Екатерина II дала им приют. И мы знаем, какую роль играли иезуиты в российском просвещении. Что бы я вам поставил? Дальше. Проект польской конституции. Знаете, написано «Руссо». Я просто посоветовал бы вам, чтобы скорректировать вот такое, ну, скажем так, специфическое представление о польской. Далее вы все время переходите на Каланта и так далее, и так далее. А первое поле на XVIII века, 60-е, 70-е годы XVIII века, первая волна попытка реформ, это гораздо раньше была. Более того, шляхта, это вы однозначно говорите, но шляхта была традиционалисты, сторонники, так называемого, республиканства. Но республиканство, в смысле шляхетского, сословного республиканства, и, условно, я назову новаторы, аж до радикалов. Езерский, Франчес Штанислав Езерский, вы знаете, которые поляки, это уже не только шляхта, это уже не только горожане, но и даже крестьяне. То есть это самое радикальное, которое их называли потом польскими якобинцами. То есть, что бы я вам посоветовал? Существует в Институте славянного ведения, о котором я много раз говорил, была из-за целой серии такой трудов, я же забыл, как точно называется, формирование славянской культуры народов. Это охватывает от 17-го до 18-го. И один из томов, формирование национальных культур, в скобках, просвещение, национальное возрождение. Всех славян охватывает. Там вы найдете два раздела. Один, славянское просвещение в общеевропейском контексте, в общеевропейском контексте. И второй раздел, посвященный специально эпохе польского просвещения. Вот в этой работе коллективный труд, историк, интердисциплинарный, то есть историков и литературоведов. Я уже не говорю о том, что все эти проблемы, может быть, в более узкой степени, отражены в этот... Я сейчас не понимаю. Второй том, кажется. Второй том, или первый том. Трехтомник был. История литературы западных и южных славян. Три толстых тома. Вот там есть эпоха просвещения. То есть я советую... Я могу... То есть я вам советую прочитать вот эти, хотя бы два источника. Вот это формирование славянских народов. Есть еще вопросы... И второй том. Хорошо. Так, у вас есть что? Может быть, маленький ответ, да. Я с вами, на самом деле, согласна. Спасибо вам большое за вашу пространную, большое замечание. Я единственное, наверное, хотела сказать о том, что мне кажется, что все-таки, если мы говорим о большинстве, то действительно эти идеи были скорее незнакомы, чем знакомы. И в шлихетской среде в том числе. Но, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Я обязательно знакомлюсь с тем, что вы сказали. Может быть, еще раз все это как-то обдумаю. Но у меня просто есть ощущение, что все-таки это так, потому что действительно... Ну, это странно, что многие идеи там... Ну, даже тот факт, что какой-нибудь Коперник, который, казалось бы, да, самая знаменитая польская личность, может быть, Возрождение, был малоизвестен на тот момент в шляхте. Ну, то есть он, безусловно, про него знали, но именно в его идеи не настолько сильно вникали. Ну, может быть, я ошибаюсь, но вот у меня складывается ощущение, что... Идеи всегда идут от меньшинства. Да, с этим я согласен. Творческое большинство. У Арнольда Тойнбе. Помните? Ну, я просто... Это всюду и до сих пор. Поэтому не нужно оточислять большинство и меньшинство с точки зрения распространенности идей и насаждения идей до сего времени в государстве и обществе. Просто прочтите вот эти две книги, которые вам дадут полный вопрос. У вас еще вопрос, по-моему, да? Да. Скажите, пожалуйста, а как все-таки относились к истории в это время с позицией просвещения, которые польские, так скажем, представители подчеркнули со стороны эпохи, которая пошла, в принципе, с Запада? На мой взгляд, первые польские просветители, они все-таки смотрели, опять же, на проблемы истории своего государства именно с позицией проблем своего государства, которые они видели в тот момент. Возможно, я бы сказала, может быть, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, вот здесь как раз концепция просвещения может быть, меньшее влияние имели, то есть они скорее рассуждали о существующих проблемах, но не то чтобы с позицией просвещения. Конечно, пришел до рационализма, который играл колоссальную роль в концепции польской истории. И первая польская история, современная, скажем так, отличающаяся от Карамзинской, написана Нарушевичем. Их различия, у нас Нарушевич, то есть у них Нарушевич, историю польского народа. У Карамзина государство российское. Вот это разница в мышлении. Народ и государство, а там республиканство. Традиция республиканцев переосмыслена, уже в категориях именно просвещения, вообще европейское, не будем отрывать просвещение в России, в Польше и в других странах. Вот центром, условным центром, это было, конечно, Франция, позднее Германии. Ну, рационализм. На основании рационализма была переосмысленная история поляков Нарушевича. И народ. Так, извините, нам нужно все-таки соблюдать какой-то регламент. Так у вас вопрос еще? Да, у меня был вопрос. Вот, когда речь идет о польском обществе, да, это уже, понимается, сугубо традиция просвещения, да, как общество, да, как нация, как всего народа. Или здесь еще сохраняется некая старопольская традиция, прежде всего, говорящая о шляхте? И в какой мере здесь она сохраняется? Мне кажется, что она сохраняется и все равно достаточно сильно. И это, в принципе, соответствует, наверное, моим ответам, которые давал до этого. То есть, мне кажется, что и здесь тоже все-таки вот эти реалии польской шляхты и ее особенной роли и восприятие шляхты все-таки прежде всего как... То есть, именно, если мы говорим там даже, не знаю, о каком-нибудь национальном самосознании того периода, то, конечно, мы говорим именно о шляхте. Все равно это неизбежно в конце XVIII века. И поэтому, мне кажется, что вот эти концепты связаны со шляхтой и с идеологией терматизма, которые все равно живут в то время, они очень были сильны. Хотя, с другой стороны, конечно, польские просветители, там, тот же Калантай, особенно, впоследствии, когда уже он стал лидером, там, польских якобинцев, конечно, он смотрел на эти вещи и с той позиции, что как бы Польша, ну, вот единое и городское сословие сюда входит и, может быть, даже крестьянское тоже сюда входит. Вот как-то так я бы... Интересный вопрос вы задали, пожалуйста. Спасибо большое. Наталья Ценолистов примитивизировалось, скажем так, продикально. Большой увлекательный. Так? И старались по продикальности. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...